Я расскажу вам случай из моей практики, когда я понял, что, мягко говоря, я в общем-то гений. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы целым курсом показывали с театра Маяковского, и представьте себе, знаменительный режиссер Николай Павлович Адмопко, и со всего курса «Взял меня в труд». Как это молодого актера окрыляет, селяет какую-то уверенность. И представляете, мой старт в театре начался с роли Бориса в Горазьян, Горацио в Гамлете и Ессо в Медеи. Это спектакль мы играли на всех площадках, в сценических площадках нашей одной страны. В цирке даже играли. И вот как-то идет спектакль на сцене театра Маяковского. Финал. Вы понимаете, какое счастье рвать страсти? Ты в финале, если он наказан, Медея людей убила, я на пределе всех возможных и невозможных. Не же из вчера с меня, ты! И чувствую, как происходит какая-то обратная связь. Мой проразительный голос улетает куда-то в небеса. И ко мне возвращается каким-то странным шепотом. Нежелищина. Змеиатли. Ребята, в мозгу мгновенно пронесли самые выдающиеся фамилии в неизвестное изучение театра, русского театра. Мавир. Загрязный. Заград. Хоряк. И, наконец, Остушевый. Ну, думаю, все. На сцене Остушевый. Остушевый. На плыд и сверху. С этим чувством, такого сценического ощущения и того, что со мной было, я возвращаюсь к ребенку. Я начинаю снимать золоченные сапоги. Я начинаю вытерять свое любимое тело, покрытое моремкой. Посмотрел в зеркало. Я хотел себе поцеловать. Я хотел себя подвалить, любимому. Десять минут восторга. Но через десять минут я узнаю, что Капа, девочка у Косян сидит с двумя рабочими сцены на верхотворе и с бутылочкой и под колбаску он объясняет. Нет, это не артист, это говно. Играть надо в балках. И он озвучивает меня. И вот это то, что я принял за общение с Богом, отучило меня на всю жизнь думать о себе. Но я приобрел в известной степени самую родину и с отказом. Вот эти десять минут чувствовал себя кемием. Ура! Ну, в принципе, это жестко, вообще-то уже можно не заметить. Знаете, друзья мои, когда появляются в зале орудия главного калибра, из них надо стрелять. Потому что пришел человек, который, он устал, он только что из Америки, с самолета, хромает, дриппанный, ужасный. Я не пойду на сцену. Я говорю, нет. Я говорю, Юлия, ты пойдешь. Иначе это Гусман. Ну, как я могу его? Иди, выходи, Юлия Гусман. Иди, выходи сюда. Он прямо из-за его пока говорит, что снялся в окружность в жизни, не выходи в такую беденную сцену. Иди, 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 иди. И так, и все, пришел, поздравить. Это первый год для настоящей сумасшедшей в игре. А это я не потому, что я сошел с ума, он так пришел, и потому, что нет бабочки, и потому, что я действительно самолета. И поклялся, Боря, я из Америки прилетел, что я приду, пожму руку, вручу ему поцелуй, потому что подарков нет, в Америке нам сейчас остается кризис, и, значит, иди, и отсюда свалю. Но у меня сняла Изольда, вы знаете, Изольда, самая красивая женщина в центральном мире. Отвела меня сюда, и Львович в подфраке, наслаждаясь мой видом мятых штанов после перерыва 9 часов и 30 часов. А потом сказал, ты должен уйти. И вот я выхожу, и вот почему я вышел. Поверьте, я не снимался с Химичевым. Я не снимал Химичева, он меня не снимал. Вообще, я не снимался с Химичевым, чем я не играл. Я всем знаком с детства, и могу вам много рассказать о нашем детстве, действительно, все равно было. А вот там, в общем, действительно, пацаны, голубые бегли, мы с ним не ровесенько, он старше меня на полгода, я, он зимний, а я летний. Но это село много нового людей, вы знаете, Капийца, замечательный художник Бочеварианин, поэт Харюкинсон. Есть очень много замечательных людей. Вышел оттуда, это видно, еврейское село, и Фатерия Химичева, то, что вы знаете, конечно. Сейчас сестра Петровича, там Аркадьевича, а это все понятно. Я не знал Соловоновича, потому что не было выхода, я служил в армии, а там нельзя вы менять. Так вот, мы люди предвоенного поколения. Здесь почти нет наших арестников, вот Ленин сидит, он чуть постарше, он 23-го года, еще помнит Ленина. Город, правда, но помнит. А значит, мы лет не застали, но это было интересное время перед войной, дети, вот это все эти, вот, примерно, так же одеты, только без шарфов, и с таким же большим пояснителем, мы вмотались по нашему селу, но почти я не пойду сюда выпался. Я знаю страницу его биографии, которую знают он и я. Почему, собственно, мы получили, оба мы лауреата премии ФСБ КГБ СССР и правоохранительных органов Украины. Только нас двое из этого села из театра, мы сейчас замерли, потому что он в сеть разговоров, стучал, не стучал, это все полгода дня, я не хочу об этом говорить, это глупые слухи, потому что честное выступление на парткоме, как мы с ним выступали, а товарищи, которые по делу врачей-то она проходила, смешно, наш врач из театра, за готовых ругизон в Аберетонии. Но я рассказывал чистую правду, военные годы, вы знаете, не хватало снарядов, не хватало вообще колбасы, еды. Мальчик, в 33-м, значит, войне, сколько, в 8, ну, в первый год нас не брали, потому что, ну, я говорю, пойдет, чтобы сын полка, ты сын полка, я сын полка, пинхос вечи, самогон вечет, пинхос вечет, вообще, отчество, ну, это просто, но очень люди об этом не говорили. Руч, конечно, красивее. Пинхос, отец свой под букомол, был чудесный человек, до сих пор живут там. Пинхос вече, больше не стали стесняться этой истории. История военная, история страшная. Дело в том, что все эти в 42-м нас взяли на фронт, арули, с сынами полка, то есть, как бы, дети полка, два евреточка, два ребенка полка. И мы, кубокими дочками, там, порваясь, ты урага, подразиливали объекты, к самодею тебя по-разному, что у нас там было, какая-то демейка же, какой-то. Вообще ничего, у него вообще ничего не было. Я был, я был, мальчик, он даже не мог аппарат, но и пести, он нас жутко боялся. Но прошли годы, и нас осталось всего двое. Двое осталось, и нас искали. Кто же выжил из тех детей полка? Андрей Порозов, я был, Олег Дешевой, я был, сын, Ваня Туркина, там, целая молодая партия, остались нас домой и остались. Мы получили, так это было, как это, совещание, сейчас об этом уже можно сказать, нас пригласили, и мужу, мол, туда 7, 5, 5, 7, 7, 5. Мы же были, как бы, взрослые дети, и там вообще, как в рот, и звезды, значит, укрытишь. Да, и вот потом нам укрыть, что было укрытие, нам укрыть была история с изнасилованием немецкой девушки. Думали на нас, думали на детей, да? И поскольку через долгие годы, а мы там погуляли нормально, под 12 лет пацанам, взять из села, порубать, баны, но девочка эта уцелела. И приехала сюда уже не девочка, я иду в 83 года, она приехала сюда и сказала, они виноваты, и чтобы компенсировать, вот кто на ветры, на ветры, на вечер, на тренинг, вот эта жизнь. Кто-то, не надо стесняться от этого свой дня, не того, как мы пьяны, ударили по лицу, худрука театра, Виктор Горнин, четверг, это много чего. Почему все это все люди слушают? Потому что в нашем театре много талантовых людей, много бабочек, много вот с растягутым городом, много юбилеев. Я практически не знаю человека, которому стоит приехать из аэропорта с чемоданами в виде городского сумасшедшего в штатах и в этом, скажем, а-ля фестивале принимаю гостей в Шаршаты, 16-20 килограмм, вот приехать, потому что нет более доброго, чистого, спокойного и доладливого человека в нашем театре. Он, да, большой активист стал сыграл в сыщи театрного под лица, везде не только у него под лица. То есть, такой крестник гоняя, кто сыграл в человек, хватило бы на 30 племеней КГБ, а добро публика медального мира. Вот Дед Хасан мог бы выручать. На санкции Борис Петрович, Борис, он вот такой памятник. Он молодой, он симпатичный, он проказник, он азардик. Вас ждет замечательный вечер. Я еще раз прошу прощения за эти вдианты воспоминания. Просто эта страница жизни не вычерпнется. Мы верны нашему знамену, знамене полковой военной разведки, создавая боль, на прием, специальной еврейской прихотой, и веклары, церковь, и веклары, и веклары, и веклары. И сказали, спасибо за просмотр. Здесь все-таки необходимость. Вот Шевчатый Борисович, зачем ты пошел в артиста? Как ты пошел в артиста? Дорогие мои, да все очень просто. Мою трудовую крышку украшают такие надписи. Работал слесарем, электриком, баллонщиком, вулканизаторщиком, перегонщиком, кронщиком, и даже одно время в Свердловском районе города Москвы работал даже трубочистом. И вот могу рассказать вам, почему я все-таки схлопотал медаль больчика. Дело в том, что оказавшись на одном приеме, где, в общем, были ветераны этой славной организации, и меня попросили что-то сказать. Ну, ребят, ну, что говорить? И я вдруг вспоминаю. Я встаю, беру нормальный стакан, чтобы надо паузу, надо собраться с мыслями. Наливаю, естественно, там какое-то количество водки, и потом смотрю на них всех, печальным взглядом всех осматриваю. А я вас всех чистил еще в 1961 году. И пауза. То ли пьяный артист, то ли глупый артист, то ли вообще не по-име что. А через паузу я говорю, длинусь о том, что, вы понимаете, прошло много времени, я уже подписку, так сказать, уже недействительно. Я в 1961 году просто работал трубочистом. У вас есть пять автономных котлов, вот я их и чистил. Чем получил большое одобрение и в награду знаменитую медаль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ